Наш век скорее признает золоченого глупца, чем врубящий одетого святого мудреца. Представьте, насколько тяжело мне было читать эту книгу. Все дело в том, что книги в ней сжигают. Всем привет, вы на канале SaberShot, меня зовут Сабир. Сегодня у нас в разборе очень любопытное произведение. А кто ее написал и как она называется? 451 градус по Фаренгейту. Рэй Брэдбери. Ребят, писателей много, а их произведений еще больше. Поэтому я постараюсь сделать выпуски так, чтобы не слишком утомлять вас произведениями одного и того же автора. И почаще знакомить себя и вас с новыми писателями. Сегодня вот у нас в гостях новый автор. Но чтобы поближе с ним познакомиться, предлагаю вам слегка пройтись по его биографии. Уверен, что в ней будет очень много интересного. Итак, поехали! Рэй Дуглас Брэдбери. Американский писатель. Рэй Брэдбери родился 22 августа 1920 года в городе Уокиган, штат Иллинойс. Во время Великой депрессии в 1934 году семья Брэдбери переехала в Лос-Анджелес. Там Рэй в 1938 году окончил среднюю школу. Три последующих года своей жизни юноша провел, продавая газеты на улицах Лос-Анджелеса. Из-за затрудненного материального положения семьи денег на высшее образование не было, и Брэдбери так и не смог поступить в колледж. Но отсутствие дальнейшего образования не сильно помешало ему в жизни. Брэдбери впервые попробовал себя в литературе в 12 лет, когда написал продолжение к Великому воину Марса Эдгара Берроуза. Писатель упомянул в одном из интервью, что из-за бедности в то время просто не мог позволить купить себе книгу, и тогда сам решил вообразить, что может быть дальше. К 20 годам Рэй твердо решил стать писателем. В 1937 году Брэдбери вступил в Лос-Анджелесскую лигу научных фантастов. Рассказы Брэдбери начали публиковаться в дешевых журналах, печатавших множество фантастической прозы. В то время Брэдбери много работал, постепенно оттачивая литературное мастерство и формируя индивидуальный стиль. Всемирная слава пришла к Брэдбери после издания романа «451 градус по Фаренгейту» в 1953 году. В 1966 режиссер Франсуа Трюфо экранизировал роман, выпустив полнометражный фильм. Кинематограф вообще играл важную роль в жизни писателя. Им создано множество сценариев к фильмам, самым известным из которых считается «Моби Дик». Рэй Брэдбери был автором и ведущим цикла телепередач из 65 мини-фильмов по мотивам его рассказов. Цикл называется «Театр Рэя Брэдбери» и выходил с 1985 по 1992 года. Писатель рассказывал о своей встрече с советским режиссером Сергеем Бондарчуком, когда тот представлял фильм «Война и мир», ставший лауреатом Оскара. В 1957 году вышла его книга «Вино из одуванчиков», в которой затем он написал продолжение под названием «Лето прощай». Роман «Надвигается беда», также известный как «Что-то страшное грядет» вышел в 1962 году. Рэя Брэдбери часто называют мэтром фантастики, одним из лучших писателей-фантастов и основоположником многих традиций жанра. Последний рассказ писателя «Пес в красной бандане» был написан и напечатан летом 2010 года. В 79 лет Брэдбери перенес инсульт, после чего все последние годы жизни был прикован к инвалидному креслу. Брэдбери скончался после продолжительной болезни 5 июня 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. «Де Нью-Йоркер» писал, что Брэдбери был одним из самых читаемых в Советском Союзе американских писателей, наравне с Эрнестом Хемингуэем, Айзеком Азимовым и Джеромом Селенджером. Брэдбери традиционно считается классиком научной фантастики, хотя значительная часть его творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или сказки. Обожаю убежденных оптимистов, коим он и являлся, но вот только об обсуждаемом произведении нельзя сказать то же самое. Если задуматься, то эта книга как бы зеркальное отражение нашего общества сейчас, только в очень суровой форме. Думаю, чтобы понять о чем речь, для начала нужно знать о чем сюжет. Давайте же я вкратце расскажу вам о нем, а вы располагайтесь поудобнее и опять поехали. В книге под названием «451 градус по Парингейту» говорится все о том же обществе будущего, которое очень разнится в зависимости от воображения разных авторов. В роли главного героя тут выступает Гай Монтаг, пожарный. Ключевое слово «пожарный» в этом мире сильно отличается от того, что мы привыкли слышать в нашем мире. Пожарные тут не тушат огонь, а являются причиной возгорания. Все дело в том, что мы говорим об обществе, которое было подвержено мощному технологическому толчку, который, в свою очередь, сделал из них типичные зомби, отвергающие духовное, моральное и интеллектуальное развитие человека. Сжигание книг для местных пожарных является священной миссией. Ведь книги – это грязь, это уродство, это гибель. Но и в этот раз вышеупомянутый главный герой оказывается одним из немногих, кто задумался, правильный ли этот мир, и что же с ним не так. И, конечно, со временем он начинает сомневаться во всем, начиная со странного поведения жены, заканчивая правильностью его работы. Больше не желая быть рабом этой системы, наш герой начинает собственное расследование в целях найти ответы на мучающие его вопросы. Чем же закончится это добровольное движение против всех, и что он в итоге для себя откроет, вам и предстоит выяснить. Давайте начнем с того, что эта книга – целая кладезь цитат, причем не только своих собственных, но и взятого из произведений целого ряда известных писателей. Но по какой же причине мне книга так сильно запомнилась? А потому, что это буквально, если не 21-й, то уж точно 22-й век. Вы наверняка сами видите, как люди стали редко читать. Знаю, это часто поднимаемая тема в моих роликах, но это и является их главной миссией – привлечь внимание нечитающей аудитории. Так вот, автор так ловко описал наше сегодняшнее общество, что аж жутко становится, как он вообще это предвидел. Вот представьте эту сцену, показанную в книге. Вот вы заходите домой и видите вашу супругу и детей в наушниках, слушающие непонятно что и целый день смотрящие на экран во всю стену. В нашем мире этот экран гораздо меньше, но несет ту же самую функцию. Нет, это не продакт-плейсмент Самсунга. Об отношении к книгам с такими вот ценностями даже говорить нечего. Я не выдержу, если в будущем их будут сжигать. Но, конечно, такого никогда не будет. Потому что каким умом надо обладать, вернее не обладать, чтобы уничтожать то, что создавало человечество на протяжении всей своей истории? Умнейшие люди оставляют частичку себя на куске переработанного дерева, а вы их сжигаете. Сжигать можно другое, если так сильно хочется. Если, например, это инструкция по сборке, не знаю, кондиционера. Но и она может кому-то пригодиться. Короче говоря, книгу стоит прочесть каждому, особенно для любителей мрачных антиутопий. Кстати, это уже четвертая антиутопия, обсуждаемая на этом канале. Причем, ребят, я это читаю по вашим просьбам. Из антиутопии я знал лишь 1984. Под тем самым роликом я открыл для себя новое произведение под названием «Мы» Замятина. Под роликом под названием «Мы» открыл для себя «О дивный нового мира» Олдоса Хаксли. А под ним, в свою очередь, 451 градус по Фаренгейту. Так что, ребят, все зависит от вас. То, что вы посоветуете, вот искренне будете советовать, то я и буду читать. А потом я с радостью поделюсь с вами своими мыслями, и вы, в свою очередь, можете написать свои. Только есть одно «но». Принимаются лишь адекватные комментарии. Негативные комментарии я игнорирую априори. А теперь самое время пройтись по ассоциациям. В роли Гая Монтага я вспоминал актера по имени Райан Гослинг. И вообще вспоминался мир из фильма «Бегущий по лезвию» с его участием. Так что, думаю, одобрите эту ассоциацию. В роли жены Монтага по имени Милдред я почему-то вспоминал актрису из фильма «Бешеный койот». Зовут ее Мария Белла. Читая книгу, я представлял ее в образе американских дам 60-х годов. Вот в таком вот стиле. Прикиньте сами, когда будете читать. И в роли Битти я вспоминал актера по имени... Извините, я должен это прочесть. Так. Ага. Адвали Акиноуя Ахбаджа. Да. Довольно известный актер, вы не можете его не знать. Но как же он подходил к этой роли? Несмотря на то, что в книге он был белым. Никакого расизма. Наоборот, всем современным требованиям кинематографа подходит. Что ж, вот и все. Очень надеюсь, вам понравился ролик. Кстати, хоть и книга другого издательства под названием «Покетбук», но по размеру она полностью подходит к книгам издательства «Акт». Поэтому пока что поставлю ее к ним. Ребят, рад был встрече. И буду очень благодарен вам за вашу поддержку. Вы сами знаете, какой. Так что до новых книг и читайте больше. Пока. Что такого он говорит вам, что скрывает от нас? Он говорит мне, что таким гусакам и болванам, как вы, следовало бы читать книги, а не сжигать их. Продолжение следует.